Один из самых актуальных вопросов для многодетных семей нашего города – представление горячего питания в школах. Отмена бесплатных обедов, а затем и завтраков стало болезненным ударом для многих саровчан. Особенно пострадали многодетные семьи, в которых воспитываются, например, пять школьников. Каждому из них на питание нужно более двух тысяч рублей в месяц. Таким образом мы умножаем две тысячи на пять и получается около десяти тысяч в месяц на завтраки и обеды для детей. То есть неощутимо, если это один-два ребенка, но очень ощутимо, если это три, четыре и пять и шесть детей. А у нас в городе есть семьи, в которых одиннадцать детей. По словам Ирины, чиновники на местах пытаются помочь, но законно ничего сделать не могут. Однако многодетные родители ссылаются на указ президента номер 431, по которому они имеют право на обеспечение их детей бесплатным питанием в школах. И мы попросили Владимира Владимировича исправить некоторые моменты в законодательстве, благодаря которым бы наша администрация смогла бы реализовать свои желания и помогать многодетным в плане питания за счет средств городского бюджета. Также многодетным не выделяют положенные им земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Городские власти за время существования закона о представлении земли таким семьям не выделили ни одного участка. Ссылаются на то, что не могут провести экспертизу, ссылаются на то, что подрядчики не выполняют своих обязательств. Первые участки должны выделить на улице Западной, однако, как говорит Ярослав, пока даже не проведена экспертиза. Многодетным озвучили очередной срок выполнения всех работ – середина августа этого года. Дело в том, что тех денег в бюджете городском, которые выделены на эти участки благоустройства и так далее, их явно не хватает. Я боюсь, что сроки опять будут сдвинуты. По вине администрации или не по вине, тут сказать тяжело, но нужно эти сроки контролировать. Многодетные семьи направили свои обращения на прямую линию с Владимиром Путиным, которая пройдет 20 июня. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.